Ой! Миние мифа о том, что американцы могут себе просто напечатать деньги, займет слишком много времени. Да, мы можем. Да, мы сделали. Да, мы можем. Спасибо. Бог благословит тебя. Здесь можно накидать простой график. Каждый год смотрим, сколько было долларов за пределами казны и федрезерва. И вот так, год за годом, будем рисовать график, начиная с 1959 года, то мы увидим следующее. Долгие годы количество долларов увеличивалось незначительно, постепенно ускоряясь, пока хераси в 2008 году количество долларов почти мгновенно увеличилось в два раза. А потом еще и еще, пока в 2014 году их не оказалось почти в пять раз больше, чем было вообще. Вдумайтесь, они на каждый существующий в природе доллар сделали еще четыре таких же. Значит, все-таки могут? Неконтролируемая эмиссия денег... Понимаешь в чем дело? Когда быть или, или какой-нибудь еще человек говорит, что Америка не может просто так взять и напечатать кучу, значит, долларов, это не значит, что они физически не способны печатать доллары, чтобы, кстати, не подразумевалось под словом Америка, что никто не может напечатать доллары, это невозможно. Просто вот этого не делается. Имеется в виду не это. Имеется в виду, что если напечатать больше денег... Они, блядь, обесцениваются, потому что когда чего-то слишком много, оно как бы меньше стоит. Это влияет, блядь, на курс доллара. Очень плохо на него влияет. Ну, то есть, если на пальцах вот так вот объяснять, на уровне школьного курса экономики... Мое знание экономики, оно на уровне школьного курса, в принципе. То есть, по-моему, по-моему, в принципе, можно было мой комментарий оставить на этапе, когда я вот так вот сижу просто, и ничего бы особо не поменялось. Просто пиздец. Денег, и не проще говоря, когда государство просто включает денежный станок, как раз таки и приводит к инфляции. Каким образом? Что значит, каким образом? Не-не, я-то знаю. А вот ты не расскажешь всему классу, как это происходит? Потому что странно получается, американцы напечатали денег в 4 раза больше, чем у них было, а инфляция... Как ты говоришь, сколько у них? Ну, инфляция в США составляет примерно 2% в год. И, что важнее всего, подобная ситуация сохраняется с 90-го года. Но, во-первых, в 90-м году инфляция в США составила 5,39%. Во-вторых, колебания годовой инфляции в США не от 2%, а от минус 0,35%. И вот этот минус нас сейчас заинтересует больше всего. Ведь какое удивительное дело... Ты, как бы, можешь себе американскую экономику в целом представить? То есть, какой, блядь, у Соединенных Штатов ВВП, блядь, и так далее. То есть, ну, не нужно, блядь, быть экспертом в экономике, чтобы понять, что 5% блядь инфляции, когда мы говорим про Америку, блядь, это гигантские, нахуй, цифры. Я понимаю, что когда ты видишь цифру, типа, 5,4, это такой... О-о-о... 5. Вот. Это 5. Маленькая цифра. В тот год, в который американцы удвоили через принтер количество долларов, мы видим даже не инфляцию, а наоборот, дефляцию. Как же так, дружище? По номинальному ВВП США. Потому что, помимо, блядь, печатания долларов, происходят еще разные вещи, как бы. То есть, США страна достаточно богатая. США может себе позволить за, там, 9 миллиардов долларов, блядь, банки выкупить во время кризиса. Никто больше так сделать, в принципе, не может. США является первой экономикой мира. Заметили, что он сказал номинального? Это не случайно, потому что если мы пересчитаем ВВП с учетом уровня цен на товары и услуги, по так называемому паритету покупательской способности, экономикой номер один окажется Китай. Россия, замечу, занимает шестое место. Выше, например, чем Британия, Франция, Италия, Испания и даже Саудовская Аравия. Ну, Китай самая мощная экономика в том плане, что они производят много всякой хуйни. То есть, это, конечно, прекрасно, но мы не про это. Аравия. Доллар действительно занимает первое место, однако следом за ним, не особо отставая, идет евро. И эти две валюты делят между... Марго, в Америке есть правые и зеленые партии? Не, нету. Поэтому у меня нет партийной принадлежности, собственно. Я не зарегистрирован как избиратель. Я не голосую. Но за донат спасибо. ...собой лидерство не потому что Ротшильды, а потому что стабильность этих валют гарантируется двумя мощнейшими экономиками на планете. Не-не-не, Ротшильды. ...экономикой США и экономикой Евросоюза. Ротшильды, Рокфеллеры и Барухи. Я слушал лекции Фурсова, я все знаю. Мощнейших экономик на планете как минимум три. Китай, США и Евросоюз. Я понимаю твой благоговейный трепет перед западными странами, но не криви душой против Поднебесной. Китай номер один по ВВП и второй по затратам в науку и технологии. И кстати, если... Затраты в науку и технологии это всего лишь затраты. ВВП тоже ни о чем не говорит. Блядь, в Советского Союза, ВВП был, блядь, высокий. То есть, если въебать какой-нибудь... Смотри, правительство любой страны может начать строительство каких-нибудь сраных плотин, дорог, вложиться в, значит, инфраструктуру, да, дороги строить, всякие, блядь, мосты, прочее говно, да. Вот, из этого ВВП как бы поползет вверх, в принципе. Ничего. Ну, это признак того, что там экономика пиздатая? Нет. Вообще никак не связано. То есть, нет, это все хуйня. Это все хуйня. Если мы будем брать не Евросоюз в целом, это все же не страна, то Россия под затратом в науку чуть уступает Франции и обходит Британию. Именно стабильность экономики США и является гарантом стабильности доллара. Правильно. Правильно. Ну, между прочим, быть или в этом абсолютно прав. Так, Сергей Лиас, 100 рублей, множественность бога, 17, 10, 15. В этом видео на тайм-коде 3320 Ежес Армат удивляется тому, как много ты знаешь о саентологии. Но какого хуя? Ведь он сам все это рассказывал в видео на старом канале, которое называлось «Вебинар как распознать саентолога». Чему он удивился-то, блядь, сбой в матрице или у Ежесклероз? Ну, чувак, Ежес, блядь, не молодой уже. Он забыл просто, что имел место вебинар про саентологию. И что я с его же вебинара ему пересказал кучу всякой хуйни. Знаешь, что действительно стабильно всю человеческую историю универсальным денежным средством было золото. До Второй мировой войны торговля между странами осуществлялась золотом. А в разгар войны ребятки на континенте Северная Америка собрали у себя 70% всех мировых запасов золота. И в 1944 году объявили доллар золотым, перезапустив мировую финансовую систему уже на долларе. Чуть менее 30 лет продержалась система с жестко контролируемым курсом валют к доллару, от доллара к золоту. Идея была в том, что любая страна может в любой момент времени обменять доллар на золото по фиксированному курсу. К 1971 году стало ясно, что долларов много, а золота у США все меньше. Никсон объявляет, что золото в обмен на доллар они больше менять не будут. Но чем вам не нравится доллар сам по себе? Через пару лет на Ямайской конференции отменяют фиксированные курсы, и теперь их решает рыночек. Мировая финансовая система работает на долларе, потому что отработал на нем уже 30 лет, зачем что-то менять? В чем проблема-то? США ощутят последствия от того, что Россия и Турция станут вести торговлю в национальных валютах? Ага. Дело в том, что доллар, в общем-то, не нужен. Его используют, потому что его принимает любая страна в качестве платежа. Если же Турция закинет нам котлету лир, а мы ей равноценный груз рублей, то можно будет проводить платежи вообще не конвертируясь в доллары. Называется такая штука с воп-линией, которая открывается в трамбатке двух стран, в приведенном тобой примере, между Россией и Турцией. Как будет формироваться ценообразование? Например, как Россия будет считать стоимость нефти в лирах? А еще ты взял, что цена будет назначаться в лирах? В таком случае Россия будет продавать нефть за рубли. Хорошо, но как тогда будут заключаться, скажем, фьючерсные нефтяные контракты? Это когда цена и дата поставки оговариваются заранее. В смысле как? Такого-то числа, за такой-то объем, уплати нам столько-то рублей. А чтобы защититься от удешевления, например, рубля, можно хеджировать риски валютными опционами к турецкой лире, что позволит зарабатывать от снижения курса рубля к лире, и, соответственно, компенсировать недополученную прибыль. Единственный вариант торговать за лиры, если вы эти лиры тут же потратите. Да никто не собирается торговать за лиры. Куда ты суешься, если банальных вещей не смекаешь? Половину хронометража убил на обдумывание без перспективности торговли в иностранной валюте, не сделав из этого простейший вывод? Наблюдать за тем, как ты ломишься в открытую дверь с таким упорством? И смешно, и грустно. Но дедоларизация на самом деле процесс правильный. Это что я вижу? Акробатический этюд перепрыгивания с одного стула на второй с переобувкой в полете? Не ты ли здесь 12 минут распинался, чем этот чреватый переть против доллара? Вообще, мне очень сложно сделать итоговый вывод о том, что хотел сказать этот мим. Вместо этого я лучше расскажу, кого мы должны благодарить за удвоение, утроение, учетверение доллара в 2008 году. Прилежные ученики, наверное, смотрели фильм «Игра на понижение» и уже догадываются, кому я сейчас буду воздавать хвалы. Если я спрошу вас о человеке, который всемирно известен под псевдонимом «Вертолет», то вы, наверное, вспомните вот этого веселого парня. Но нет, я говорю об этом джентльмене. Вертолет Бен Бернанке или просто Вертолет Бен. Прозвище свое он получил за стиль решения кризисной ситуации. По его словам, проблему нужно просто закидывать деньгами с вертолета. Именно его решением бешеный принтер вывалил триллионы долларов, залив ими финансовый кризис 2008 года. Черт, давайте продолжать надеяться, что рецепт Бена действительно настолько стабильный, как нас уверяет оратор в маске. Ну, тут такой момент есть, что я не экономист нихуя. Поэтому сам-то я за золотой стандарт, на самом деле. Вот, но я просто не отношусь к категории людей, которые считают, что доллар вообще ничем не подкреплен. То есть, это тоже неправда. Подкреплен мощью американского государства, подкреплен оружием, подкреплен способностью проецировать силу и власть на любую точку планеты Земля. Это надежнее золота. Пушки. Штыки, блять. Ракеты. Космическое оружие. Все, что угодно. Подводные лодки, авианосцы и так далее. Значительно круче любого золота. Сreeх. Сreeх. Продолжение следует...